Всем доброго времени суток, друзья, с вами Монтикор и Empire TV. Добро пожаловать на обзор игры Metal Gear Rising Revengeance. Как это, Райден? МЖС Sounds of Liberty. Давайте же посмотрим в итоге, что получилось у авторов. После событий в четвертой части игры Guns of Patriot прошло 4 года. Крах системы привел к тому, что кибертехнологии распространились по всему миру как заболевания. Частные военные компании раскололись на множество мелких разрозненных социальных военных образований, которые угрожали дестабилизации ситуации в мире в целом. На момент предшествующей данной игре событий, Райден уже отошел от активных действий в конторе и являлся членом миротворческой организации под названием Maverick Security Consulting. Перед ним стояла задача по охране высокопоставленного чиновника в одной из стран Южной Африки, где он был атакован другой организацией под названием Desperate Enforcements. Будучи телохранителем, наш протагонист провалил свою задачу, и высокопоставленная персона, вице-премьер, была убита. Придачу во время нападения Райден отрубили руку и лишили левого глаза, после чего ему чудом удалось спастись. Его буквально собрали по кусочкам. Технические инновации будущего позволили восстановить тело главного героя и сделали из Райдена настоящую машину для убийства. Теперь главный герой нашпигован электроникой похлеще самого Адама Дженсона из Deus Ex. В качестве мотивации движения вперед мы видим у Белокурова Ниндзя только одно желание. Это убивать своих врагов и делать это как можно более жестокой форме, разрывая все кругом на кучу мелких фрагментов. Жанр классического стелс-экшена переживает не самые лучшие времена. Хидо Коджима и его студия, Коджима Продакшн, приняла нелегкое решение отдать спин-офф серию на разработку студии соотечественников, пусть и явивших в свое время Байонету и Венкюш. Как результат, смена студии разработчика не могла не сказаться на сюжете игры, который был написан с нуля. За основу была взята концовка четвертой части MGS Guns of Patriot. Еще пару лет назад было невозможно представить, что Metal Gear Solid превратится в слэшер по динамике, превосходящей Devil May Cry, а по сложности не уступающей ураганному нинжек гайда. Боевая система нового проекта лишь на демо-роликах кажется простой. Той легкости, с которой главный герой шункует врагов в капусту, вам еще предстоит достичь спустя многие-многие часы тренировок и совершенствования, ломая свои контроллеры в прах. На практике мы имеем следующее. У героя есть основной удар и дополнительный. Блока нет. Есть парирование, которое нужно выполнять одновременно с лэфт-стиком в нужную сторону, либо в направлении врага. Также можно использовать гранату, либо РПГ. В качестве дополнительного оружия ее можно выбрать через меню. Безусловно, главной особенностью боевой системы Metal Gear Rising является продвинутая модель физических повреждений. Еще во времена первичной демонстрации игры на E-Free 2009 нам было показано, как Райда нарежет арбуз на много-много-много мелких кусочков. И пусть вас не смущает кажущаяся простота, с которой на промо-ролике авторы показывают это нам. Тренироваться придется действительно долго, так как Blade Mode, в котором включается слоу-мо, и вы можете разрезать жертву на огромное количество мелких кусков, мониторинг которых отображен также на экране, за который дается дополнительные очки бонуса, на самом деле не так уж и прост, и требует освоения и основательного подхода. Здесь, пожалуй, Metal Gear Rising исключительно отличается от всех остальных beat-the-mall слэшеров. Тренироваться Авторы студии Platinum Games пошли намного дальше и расширили горизонты возможного. Враг может взять заложника, в результате чего вам придется продумывать траекторию удара в режиме Blade Mode, чтобы отсечь голову неприятелю и освободить невиновного. Также в игре весьма специфически реализована система хила. У каждого врага есть так называемый кибернетический позвоночник, который вы можете использовать для восстановления собственного здоровья. Но достать его из тела жертвы весьма непросто, потому что нужно под определенным углом рассечь, а потом вынуть его в куте-режиме. Амбициозный проект Revengeance сочетает в себе, казалось бы, несочетаемо. Индивилитуальный слэшер с элементами стелса. Каждую миссию можно пройти различными путями. Но пройти игру, не убив никого, конечно же, не получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Среди очевидных достоинств проекта я, пожалуй, могу отметить визуальный ряд и бесподобную музыку, которая задает такт и темп движениям протагониста. Ведь именно в тот самый момент, когда главный герой хватает катану, закрепляя ее на ноге для того, чтобы завершить мощнейшую комбо-связку и разрубить противника на мелкие части, звучит кульминация музыкальной темы. В графическом и визуальном плане игра не вызывает каких-то нареканий либо раздражения, но действительно все сделано с присущей японцам педантичностью и внимательностью. Platinum Games взяли за основу абсолютно новый движок, который разрабатывался специально для MGR, интегрировав в него физические эффекты от Havoc. Некий сумбур из себя представляет разве что коробки, которые главный герой должен разбивать в поисках различных бонусов и улучшений, и которые он также использует для того, чтобы забраться на возвышенности. Коджима Production и Platinum Games изначально разрабатывали движок эксклюзивно для платформы PlayStation 3 и Cell API данной платформы, поэтому на консолях от Sony игра выглядит более привлекательно в плане графики. Владельцы Xbox 360 могут отметить для себя несколько меньшие по разрешению текстуры и другой способ сглаживания. В демке это хорошо видно, да и в принципе полемика широко ведется на YouTube. Огромное количество роликов по графикс-компрежену обоих версий между собой. Также стоит отметить, что версия на PS3 весит на 1,2 гигабайта больше, нежели версия для консоли от Microsoft. Что ж, проект выходит в последней декаде февраля 2013 года на консолях седьмого поколения Xbox 360 и PlayStation 3. Рейтинг личностных ожиданий чрезвычайно высок. Несмотря на то, что игра является спин-офф проектом оригинальной серии, у нее есть достаточно критериев, чтобы она стала к настоящему отдельной. Но авторам действительно удалось добавить такие элементы, которые наверняка привлекут к себе внимание всех истинных поклонников и фанатов оригинальной серии. С вами был фан-стример команды Empire TV Manchish. Оставляйте обратную связь в комментариях, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всего происходящего. Также смотрите лайв-стримы меня и моих коллег на сайте empiretv.org. Все полезные ссылки вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.